Давайте поделаем еще один пример, связанный с векторами. В этот раз мы хотим узнать, как прийти из точки А в точку Б. Мы хотим узнать, как преодолеть весь сегмент от А до Б за Т секунд. Если у нас есть сегмент, значит у нас есть однозначно вектор. Так что это наша начальная точка. Ой, не очень точно, давайте немножко Б сдвинем. Это наш вектор, назову его D как Difference или разница. Если вы хотите преодолеть весь этот путь за Т секунд, нам надо знать, как нам надо двигаться на каждом кадре, потому что мы хотим создать впечатление, будто мы идем плавно. Но на деле мы на каждом кадре делаем маленький шаг, который меняет позицию объекта, но совсем чуть-чуть, что создает ощущение, что объект двигается постоянно. И так как мы это знаем, большинство игр работает с 30 фпс как минимум. Нам надо подумать о том, что у D есть длина, есть расстояние. Мы можем сказать, что длина или Length D это расстояние от А до Б. Как вы знаете, это означает длину вектора D, то есть в сути расстояние, опять же, от А до Б. Так это и обозначу. Дистанция dist AB равна размеру вектора D равно длине. Встает вопрос. Если я преодолеваю длину за Т секунд, насколько сильно мне надо сдвигаться каждый кадр? Прежде всего, нам надо понять, сколько времени занимает кадр. Если вы внимательно подумаете, один кадр в сути равен текущее время минус время предыдущего кадра. То есть, если я вычту эти два параметра, я получу время, которое уходит на рендер каждого кадра. Вы можете это сделать, разделив, например, 1 на 30, потому что если у нас есть игра, которая работает на 30 FPS, это означает, что кадр будет рендериться каждую секунду. В Unity у нас есть переменная, которая говорит, сколько у кадра заняло времени на рендер. И это свойство в Unity называется DeltaTime. Delta, потому что это вариация вычитания двух точек, и время, потому что оно измеряется во времени, что логично. Время, которое ушло на рендер одного кадра. И теперь мы можем написать простое правило, которое в сути является пропорцией или правилом трех, потому что у нас есть три переменные, две известные и одна неизвестная. Если мы преодолеем длину или расстояние за t секунд, за дельта секунд, какое расстояние мы в итоге преодолеем? Я назову этот вопрос иксом, как в уравнении, так как это неизвестно. И крестом перемножим это дело. Значит, у нас получится, что х, помноженное на t, будет равно length, помноженное на deltaTime. Значит, у нас получается, х равно length, помноженное на deltaTime и деленное на t. Очевидно, х это определенное значение. Но как мне перемещаться по какому-то значению? Я же перемещаюсь по вектору. Мы уже знаем направление, заданное вектором d. Поэтому должно быть какое-то отношение между х и d, чтобы заставить наш объект двигаться от a до b за t секунд. Если я возьму d'', который равен вектору d, деленному на длину вектора d, и что я имею в виду? У нас есть единица вектора. Это выглядит как-то вот так. Это d''. Его размер равен одному. Всегда. Что мы сделаем? Это на каждом кадре мы будем перемещаться на d'', помноженным на x. Напишу это. На каждом кадре мы двигаемся на d'', помноженным на x. x это то, насколько мы должны сдвигать d'', чтобы делать шаги в сторону b. Но это не единственное правило. Мне при этом надо добраться до b за t секунд. Если x меньше 1, d' будет где-то вот тут. Если x больше 1, d' будет чем-то вот таким. Если x равен 1, d' точно там же, где он сейчас. Что происходит? На каждом кадре я должен помножать d' на x. Допустим, что вот это у нас d'', помноженный на x. Это один кадр. Сделаю еще один шаг. Это следующий кадр. Далее следующий шаг. И следующий кадр. И следующий, и так далее. И до конца. Разумеется, это неправильно. Потому что если бы я сделал все правильно, последний шаг должен точно повторять позицию конечной точки b. Но это чисто визуально. На каждом кадре мы будем обновлять позицию объекта, который начинается от a и хочет добраться до b. На каждом кадре мы будем обновлять позицию объекта, чтобы соотнести ее с d' помноженным на x. С этим, в сути, все с этим уроком. Мы попробуем это на практике в следующем уроке. Изучим, как все это можно понять и реализовать в Unity, используя простые выражения и функции, которые мы уже знаем. Увидимся там! Субтитры создавал DimaTorzok